Приветствую всех посетителей данного вебинара, который носит такое интригующее название, три причины наших потерь на рынке. Напоминаю, что мы делаем при поддержке спонсора Тикмил. Напоминаю о том, что вся информация, которая здесь будет предоставлена, носит информационный характер, прошу прощения за текстологию. В общем, примерно так. А вообще, на самом деле, мы с вами будем говорить не столько о рынке и не столько о текущей ситуации на рынке, сколько о поведении участников рынка непосредственно там. Всех приветствую. Если можно, давайте какой-нибудь плюсик в чат, чтобы я примерно услышал, что со звуком и с качеством картинки все плюс-минус нормально, мы будем с вами начинать. Вообще, в преддверии скажу, что тема этого вебинара, кто не в курсе, меня зовут Маршинка Юрий, тема этого вебинара появилась у меня достаточно давно в голове. Я ее просто так сформулировал и сформулировал в такую концепцию. Но скажу вам сразу, что по большому счету, только лишь освоив эту концепцию, я стал на рынке получать какой-то более-менее стабильный профит. То есть не от месяца к месяцу, не от квартала к кварту, не от как получится, как получится, а к чему-то, что так либо иначе дает некую уверенность. И на самом деле стало спокойнее торговать. Если стало спокойнее торговать, это значит, что появилась возможность брать большие объемы и прочее, и прочее. Давайте в чат я вижу, да, окей, почему-то в квешен все задаете, ну ладно, давайте мы с вами сделаем следующим образом. А я хочу немножечко рассказать о себе, чтобы вы примерно оценили, так сказать, мою компетенцию и смогли соизмерить мой опыт со своим опытом. И пока я буду рассказывать, я от вас в чате, знаете, что я вот вам задам вопрос, как вы считаете, какие три, можете не три, можете одну, можете две важные причины, вы знаете, на ваш взгляд, которые приводят к тому, что люди теряют деньги на рынке. Напишите одну, две, если можно, три причины, как вам кажется, почему люди теряют деньги на рынке. Ну, о себе коротко, вообще я не сказал бы, да, мне очень сложно ответить на вопрос, сколько лет я на рынке, потому что, скажем так, с 2012 года, да, я что-то начал осознавать, что-то начал делать с реальными деньгами. Это было, мой путь был таков, что я начинал банально с ПАМ-инвестирования, да, как, наверное, многие из вас, потому что прекрасно понимал, что для трейдинга речь такая достаточно, ну, вещь такая достаточно тяжелая, несмотря на то, что там говорят по телевизору. Вот, и собирал ПАМ-портфели, на этом успел обжечься, потом я, был у меня опыт работы непосредственно, да, то есть с высокочастотными новостными алгоритмами, очень шикарный опыт работы, да, то есть это алгоритмическая торговля, где, в принципе, я работал в составе одной команды, и мы запрыгивали в новости до реакции цены на нее, это было шикарное время, тогда я понял, что, в принципе, для того, что, тогда я понял, что, а, на рынке зарабатывать можно, и, б, значит, не обязательно, да, прогнозировать какое-то движение цены, не знать, куда она пойдет, просто важно иметь какое-то преимущество на рынке. На тот момент наше преимущество было время. Затем я осознал, так сказать, что такое фьючерсный рынок, имеется в виду, что изучил, что такое фьючерс, как они торгуются, и сейчас, надо сказать, что анализ объемов фьючерсного рынка для меня является основным методом анализа рынка, назовем его так, основным, но, опять же, да, то есть, я тот человек, который, в принципе, могу сказать, что для успешной торговли, по большому счету, вам подойдет любой анализ рынка. То есть, должна быть какая-то тактика, должна быть какая-то методика, которая бы вам позволяла принять свое субъективное мнение о том, что, да, окей, вот сейчас можно зайти в ту или иную сделку. Причем это может быть абсолютно любой, я перебирал все, я работал и с волнами, и с опционный анализ рынка, все дела проходил, мне подошел как-то фьючерсный рынок, ну, вот анализ объемов, все, я на нем, в принципе, остановился. Был такой период в жизни у меня и остался, в принципе, да, до сих пор, это алгоритмическая торговля, то есть банальная вещь, да, которая приходит на ум тогда, когда ты думаешь, что у тебя есть торговая тактика, которая приносит деньги. На самом деле, вы можете пообщаться с любым программистом, толковым программистом, да, который может, значит, на MQL5, на MQL4 собрать какой-то алгоритм, какой-то робот, какой-то скрипт. На самом деле, практически все, что можно нарисовать в терминале, все можно запрограммировать. Поэтому сейчас я хочу сказать, что любая тактика, да, которая основана на каком-то техническом анализе, вы легко можете запрограммировать в алгоритм, да, и убрать такие вещи, как эмоция, отсутствие времени и неправильность там расчетов и так далее, и так далее. На тот момент я понял, что даже мои торговые тактики, которые, как мне казалось, приносят прибыль, если их запрограммировать, значит, они на самом деле не работают, то есть это решается все быстро бэктестом, да, они в какой-то период работают лучше, в какой-то период работают хуже, в какой-то период вообще не работают. Поэтому я здесь тоже, на самом деле, отложил идею, так сказать, построить алгоритмы такого типа в сторонку и начал проходить дальше. Сейчас освоил и опционный рынок, в общем, торгую фактически все, и фьючерсы, и опционы, достаточно простые конструкции фондовый, долговой рынок, это все, что я успел с 2012 года освоить. Ну и сейчас я работаю с инвестициями в рамках ресурсов inprofit.club, одноименный по сайту, кому интересно, фактически посмотрите. Ну и давайте почитаем, что вы написали по поводу трех вопросов, потому что все будет очень банально, да, буквально следующие слайды раскроют эти все три причины. Эмоции, психология, несоблюдение риск-менеджмента, теряют деньги из-за эмоций и нехватка знаний. Теряют потому, что ждут, что рынок что-то должен, рынок ведет себя как удобно, главное понимать, что ты будешь делать со своей позиции, ответил Иван. И я бы даже этот ответ выделил бы, потому что на самом деле вот это именно то, что важно на рынке, да, я говорю о понятии того, что ты, что будет с позиции. Знаете, иногда даже я шучу так, что только аналитики знают, что будет дальше, да, трейдер, он в принципе понятия не имеет, что будет дальше, потому что он фактически трейдер. Ну и давайте перебираться непосредственно к самой основной сути, я быстро расскажу, а потом мы с вами распишем, и я попробую аргументированно ответить на свой вопрос. Все, что вы сказали, эмоции, психология, вот это вот все решается очень просто алгоритмами, очень спокойно, очень легко. Да, практически любую торговую тактику, которая, значит, исключает какой-то политический, да, либо экономический контекст, ее можно так либо, значит, запрограммировать. И, знаете, если у вас, например, даже если вы приняли решение о том, что, значит, какая-то пара, значит, будет двигаться вниз, да, и так далее, и так далее, вы можете создать соответствующий алгоритм, который будет тупо работать в продаже. И он будет, уверяю вас, он будет лишен, значит, эмоций и всех тех вещей, которые написаны. Поэтому это все просто решается на самом деле. Самая основная причина, да, наших потерь на рынке, как бы она ни была банальна, это мы теряем деньги на рынке тогда, когда закрываем позиции с убытком для себя. Это причина, которая кажется очень банальна, но она очень объективна. Не знаю, как вы, но я на рынок, да, пришел не для трейдинга, я на рынок пришел не для, значит, анализа какого-то, да, там, каких-то вещей, изучения, там, новостных и экономических, там, движений и так далее, и так далее. Я пришел на рынок для того, чтобы денег зарабатывать. Так вот, как только вы закрываете позицию с отрицательным результатом по разным причинам, давайте пока не будем называть причины, это, согласитесь, не совсем то, что вы хотите видеть. Да, то есть, как только вы закрываете позицию с отрицательным результатом, вы, де-факто, ну, фиксируете минус, ваш счет уменьшается. До тех пор, пока вы не закрыли позицию, ну, грубо говоря, вот там, купили, да, там, евро-доллар, она снижается вниз, да, и у большинства людей возникает, значит, ощущение того, что они теряют. На самом деле это не потеря, как минимум пока, пока вы не совершили сделку обратно. Вот как только вы совершили сделку обратно, пока, как только вы закрыли эту позицию, так только можно сказать, что все, вы потеряли. До этого момента все это можно назвать как угодно, например, переоценкой активов, мы еще об этом поговорим. Но это что-то типа того, что вы, например, купили автомобиль из салона, да, к примеру, за 5 миллионов, выехали из салона, да, и ваш автомобиль сразу там на 400 тысяч стал дешевле. Но вы же не потеряли 400 тысяч, вы не стали, вы не стали беднее, да, на 400 тысяч. У вас просто произошла переоценка. Вот если вы тут же продадите этот автомобиль уже по 4600, то все, можно сказать, что ваша сделка закрыта с убытком. Пока вы не закрыли позицию с убытком для себя, вы не потеряли. Как только вы это сделали, потеря зафиксирована. Косвенно можно сказать о том, что закрытие позиции по стоп-лосс именно в отрицательной зоне, это вторая причина. То есть вы совершили какую-то сделку, вы поставили стоп-лосс, сделка закрылась по стоп-лоссу. Очень частое оправдание людей о том, что я возьму короткий стоп, да, и я пойду, ну, я признаю свою ошибку, значит, закроюсь в минус, потом перезайду, потом отобью. Ребят, ну, это все тоже не то, что мы хотим видеть на самом деле на рынке. Ведь вы пришли на рынок, чтобы отбивать убытки или чтобы зарабатывать. Вы пришли на рынок для того, чтобы, значит, признавать свои ошибки. Но окей, можно признать свои ошибки, я согласен, эти вещи можно делать, да. Например, там, ну, стратегия у вас там, грубо говоря, неправильная, подход у вас был там неправильный, да. Вы испытывали какой-то алгоритм, какой-то стратег, какой-то подход, да, и вы поняли, осознали, что это неправильный подход, да. И вы осознали эту ошибку. Но это не имеет никакого отношения по ошибке сделки. Нельзя так часто признавать свои ошибки, да. Нельзя каждый раз так совершать огромное количество ошибок. Поэтому, как только вы поставили стоп, как только у вас брокер закрыл, все, вы закрыли минус, вы поэтому потеряли свои деньги. Ну и третье тоже очень банально, да, если вы, так сказать, решили, что не надо закрывать позицию с убытком, не буду я ставить стопы, потому что Марченко посоветовал. Ну, пришел злой брокер и закрыл вас по маржин-колу, да, по маржин-колу, по стоп-ауту, то есть за вас это сделал ваш брокер. Вы тоже зафиксируя отрицательный результат, вы тоже получили убыт. Хорошо это или плохо? Ну, вот так вот, да, на самом деле. Да, вот можно закрыть по стопу, а можно работать с позицией. Абсолютно верно. То есть есть, в принципе, все, с чем работать. То есть главное стараться не закрываться с отрицательным результатом. Как только вы закрываете с отрицательным результатом, все, можно сказать, что это все. Все минус, все минус, все минус. Ну, и давайте попробуем, значит, маленечко все это дело разобрать, да, не только как причины, но и как основные ошибки трейдера. Первый, вот ошибок трейдера очень много, да, то есть их можно перечислять, их можно дискуссировать, одна вытекает из другой, и так далее, и так далее. Я попробую перечислить буквально парочку, которые подходят под это направление. Первая из них, самая главная ошибка трейдера, это прогнозирование движения цены. Сейчас, слава богу, такого нету, но раньше, да, когда я приходил, в этот случай, на рынок, и в том же самом телевизоре, и в интернете, было полным-полно информации о том, что на рынке зарабатывать на самом деле легко. Самое главное знать, куда пойдет цена. Вот там примерно такое было, как мне запало в голову. Так вот, люди, приходя на рынок, начинают думать о том, что заработать можно просто зная или прогнозируя, куда пойдет цена. Не важно, какими вы тактиками там смотрите. Хоть по Меркурию, хоть по Луне вы это делаете, вы просто предполагаете, что вы сможете спрогнозировать движение цены. Если вы пообщаетесь с людьми, которые, значит, с математической точки зрения раскладывают вашу тактику и программируют, например, в алгоритме, чем я занимался в году, в 16-м, по-моему, то это очень сложный алгоритм, потому что прогноз – это предположение того, что цена достигнет определенных значений к определенному времени и достигнет определенных значений до того, как она не достигнет других значений. То есть, другими словами, вы пытаетесь предсказать, что цена отсюда дойдет досюда и при этом не успеет дойти до куда-то досюда. То есть, грубо говоря, вот ваш стейк профит, вот ваш стоп-лосс, и, собственно говоря, сначала она должна дойти до тейк профита, и тогда вы заработаете прибыль. А если она сначала дойдет до стопа, а потом дойдет до тейк профита, то фактически прибыль у вас никакой не будет. Так, что-то случилось? Нет, ничего вроде не случилось. А, это у меня. Понимаете, с точки зрения прогнозирования – это очень сложная задача. Это очень сложная задача. В этом плане это крайне-крайне сложно, и не верьте, что есть люди, которые умеют все это дело прогнозировать очень успешно. И мой основной посыл заключается в том, что если вы на первоначальном этапе, или, например, у вас не получается выходить на какой-то стабильный профит, задумайтесь, да, и даже не то, чтобы задумайтесь, а примите к сведению, что ваша стратегия, ваша прибыль не должна генерироваться по той причине, потому что вы верно предсказываете движение цены. Движение цены предсказать невозможно. Будущего не знает никто. Цена сегодня идет вверх, завтра она по любым причинам – экономическим, просто торговым, политическим – может развернуться в обратную сторону. И вы этого не знаете, и вы этого предугадать не можете. Есть, конечно, может быть, определенные какие-то, грубо говоря, инсайдеры, которые действуют на рынке, зная какую-то информацию наперед, к примеру. Но это не имеет никакого отношения к прогнозированию, они просто обладают этой информацией. И то не факт, что даже будучи инсайдером, они смогут правильно спрогнозировать движение цены, потому что может наступить какой-то другой случай, который их цену развернет, который развернет их цену против них фактически. Или даже, например, тоже очень частая тема в интернете о том, что вот я следую за крупным участником рынка, я вижу, где он там стоит, вот они тут загрузились, там разгрузились. Не будем вдаваться в подробности, что мало того, что невозможно, так во-вторых, смотрите, даже если вы нашли какого-то крупного участника рынка, и даже если это действительно крупный участник рынка, и даже если он действительно заинтересован в движении цены вверх, например, это еще не значит, что где-то сверху не появится другой, более крупный участник рынка, который, так сказать, сломает планы первого и развернет все это обратно. Спрогнозировать появление второго более крупного участника рынка невозможно, как в принципе невозможно все остальное. Поэтому не старайтесь закладывать в торговлю принципы прогнозирования движения цены. Это крайне-крайне-крайне сложно, практически невозможно. Вы, конечно, можете сказать, а как же торговать, как определять, когда покупать, когда продавать? Можно в принципе предполагать, можно заниматься каким-то прогнозированием, но это не должно лежать в основе вашей стратегии. В основе вашей стратегии должно быть то, что вы будете как-то управлять позицией, управлять капиталом, либо рассчитывать позицию таким образом, чтобы с вами фактически ничего не случилось, чтобы по итогу, хоть и не через 5 минут, а через месяц, вы все равно забрали свой профит и сделали ровно то, зачем фактически и пришли на рынок. Я, значит, хотел сегодня показать вот такой вот график, который сохранился у меня на одном скрине. Значит, это простой график, я специально убрал даты и таймфреймы и так далее, и так далее. Это график, на котором можно нарисовать абсолютно любой, грубо говоря, технический анализ, голову, плечи, те же самые объемы, которые в принципе я смотрю, поддержки, сопротивления, какие-то уровни зеркальные. То есть банальный технический анализ, легко можно нарисовать, его здесь видно, но, к сожалению, я не смог показать вам в Excel. Вот этот график, он сгенерирован, на самом деле, генератором случайных цифр. Был у меня где-то в интернете, на русском диске, но, видимо, на другом компьютере не смог найти, поэтому не смогу экспериментировать. Здесь придется вам на словом не верить. Ну, кто смотрит мои стримы или программы, наверное, помнит, что я такие эксперименты подделал достаточно часто. То есть даже простой генератор случайных цифр, который ни в коем случае не может прогнозировать, что будет, какая будет следующая свечка желтая, черная либо красная, он может вырисовывать такое движение. То есть, другими словами, рынок на самом деле полностью хаотичен. Еще одна ошибка трейдера, которую я сегодня хотел выделить, это отсутствие понимания об объекте торговли. Особенно это относится к новичкам. Сейчас я, честно говоря, не понимаю, как в таких вещах можно не разбираться. Но, с другой стороны, я сам был когда-то таким, я сам верил в то, что сейчас задают вопросы мне другие участники рынка. Я говорю именно про концепцию, что мы торгуем. Обращайте, пожалуйста, внимание на такие вещи, как спецификация контракта. Она есть у любого брокера, вы ее можете посмотреть, в принципе, даже просто через терминал. Я говорю это к тому, что когда вы покупаете, например, один контракт, два контракта, полота, полконтракта, вы должны понимать, чем вы, собственно говоря, торгуете. Потому что знание, и это знание вам поможет, так сказать, вычислить, на что, собственно говоря, способен ваш депозит. И в какие-то моменты вы можете торговать без плеча. Даже при условии, если брокер вам это плечо дает. Да, вот Тик Милтон до 500 дает, но как бы окей. Это не значит, что вы прям должны брать все это огромное плечо. В какие-то конкретные моменты нужно позиции брать явно без плечевые, и это существенно улучшает живучесть счета. Почему? Потому что если в вашей позиции нет никакого плеча, это значит, что куда бы цена ни сходила, вы этот счет не потеряете. При любом раскладе. За исключением, наверное, того, что было 20 апреля на нефти на бирже Наймаксе. Но мы биржу сами пока рассматривать не будем. В Тик Миле отрицательные цены здесь невозможны. Поэтому, в принципе, что бы ни случилось, ничего с вашим счетом в этом включении ставим. Потому что вы не берете плечо изначально. А чтобы понять, что такое плечо, и разобраться, что и что, есть такое понятие, как размер позиции, который банально равен количеству активов, умноженному на цену активов. Количество активов. Представьте себе, что лоток с яйцами – это один лот. Вот есть люди, которые покупают лот, продают лот, и понятия не имеют, чем они на самом деле торгуют. Хотя в действительности, да, внутри этого лота, внутри этого контракта что-то сидит. И это что-то, в принципе, описано в спецификации. И вы прекрасно должны понимать, что вы сейчас купили товар на такую-то сумму. В этом случае вы купили товар на такую-то сумму. И так далее, и так далее. Может быть, при каждой конкретной сделке так делать не нужно. Но все-таки вы должны примерно понимать, что такая ситуация существует. И вы тогда уйдете от этой ошибки. И получится так, что не будет неожиданного Морженкова, да, что является третьей причиной нашего вебинара. Без плеча можно торговать, в принципе, особенно в последнее время было очень шикарно. Да, но для того, чтобы ваша позиция была бесплечевая, даже при условии, что вам брокер намеренно дает плечо, да, вы должны понимать, что размер вашего счета превышает размер позиции, которую вы взяли. То есть, другими словами, если вы взяли товар на 100 тысяч, к примеру, да, а у вас на балансе 120 тысяч, это значит, что даже если этот товар упадет до нуля, то, ну, как бы это, ну, до нуля, вряд ли, да, но если он дойдет до одной копейки, это значит, что у вас будет огромная переоценка активов в минус, да, то есть, де-факто вы, как бы, эти 100 тысяч потеряли. Но если он вырастет обратно, тогда все, собственно говоря, вернется назад. То есть, вы не потеряете, здесь не будет потерь, если, конечно, вы не закроете с отрицательным результатом самостоятельно. Где смотреть спецификацию? Считается очень просто. Открываем TickMill, да, ну, господи, терминал, нет, это лидер четвертый. Можно смотреть все на сайте брокера, можно смотреть все непосредственно здесь. Значит, чтобы еще, да, важное дополнение, да, это то, что если у вас, например, на депозите доллары, то, соответственно, да, что вы можете купить, во-первых, без плеча, да, позиция может быть только в покупку, только лонг, то есть, грубо говоря, вы покупаете что-то, и причем вы это что-то должны покупать в данном случае за доллары, вот, потому что депозит у вас долларовый. То есть, другими словами, вот, если нефть сейчас стоит 40, 40, 75, 40, 75, да, то вы, как бы, имеете возможность купить нефть по 40, 75, и вы, может, имеете возможность купить ее без плеча, так что с вашим счетом ничего не случится. Вы не можете продать нефть по 40, 75 без плеча, потому что у вас нет нефти, да, чтобы у вас была нефть, вам, чтобы что-то продать не нужно, да, нужно все что-то купить не нужно. Поэтому, когда вы открываете продажу на той же самой нефти, это значит, что вы занимаете у поставщика ликвидности или у брокера, да, там, будем говорить, эту нефть по 40, 75, продаете эту нефть, так сказать, на рынке, да, и ждете, что она снизится. Вот этот сам факт, что вы занимаете эту нефть у брокера и, по большому счету, дает вам плечо. Вот и все. То есть, если нефть нам вырастет до 140, вам, в принципе, никакого счета не хватит, вы можете, у вас может закрыться поступало. То есть, другими словами, расти актив может сколь угодно, куда угодно и когда угодно, а вот падать, как говорится, ниже нуля не упадет. Ну, еще раз говорю, без учета событий 20 апреля в той же самой нефти. Доберемся до этой нефти, да, то есть правой кнопкой здесь мы видим с вами строчку спецификация. И вот, собственно говоря, все то, что нам нужно. А нужно нам здесь две строчки. Это, собственно говоря, размер контракта. Он может отличаться от инструмента к инструменту, от брокера к брокеру, но вот в данном случае размер контракта один. Что это значит? Это значит, что покупая один лот, вы покупаете, грубо говоря, одну бочку. Минимальный объем в данном случае – это тоже единички. То есть, минимум, что вы можете взять, это один контракт. 0,1, 0,2, да, вы в этом плане ничего не можете сделать. Соответственно, чтобы определить объем вашей позиции, которую вы собираетесь купить, вам нужно, ну, мы тут сейчас банально рассчитаем, да, но чтобы было понятно, вам нужно вот этот вот один лот, да, умножить на 40,74. Ну, это звучит банально, но вам нужно 40 долларов 74 цента для того, чтобы купить данный актив, ну, 40,80, да, с учетом спреда. И это будет беспричевая торговая. Все. Вот я вам точно говорю, чтобы заработать на нефти, вам достаточно 40, давайте так, 41 доллар. Вы покупаете один контракт, вы не ставите никакие стопы, вы не закрываете эту позицию с отрицательным результатом, и вас не закроют брокер, потому что маржинального обеспечения у вас будет достаточно. Ну, там маржа будет поменьше, но свободных, свободной эквити хватит ровно на то, чтобы нефть, так сказать, упала, даже если что, упала до нуля, и при этом вас до нуля не упадет, до одного цента, и при этом вас не закроют, потому что с маржинальным обеспечением будет все в порядке. Я, конечно, утрированно говорю 41 доллар, да, потому что там есть свопы, но в бренде это не совсем свопы, да, потому что свопы-то больше на валютную тематику. Здесь бренд, это склейка фьючерсная, да, то есть она, это что-то среднее между фьючерсами, которые внутри там заложены. Поэтому, когда они там будут пересчитываться, вот эта вот разница будет вам выпадать в качестве свопа. Поэтому с учетом свопов, ну, блин, ну 60 долларов вам надо для того, чтобы это дело сделать. Вот и все. И поверьте, что ничего вам не будет. Если у вас есть, грубо говоря, 4 тысячи, ну, давайте так, 5 тысяч долларов, вот, вы можете 10 контрактов взять и все. И насколько нефть вырастет, настолько вырастет и ваш баланс. То есть вот выросла она на 10%, стала стоить 44%, вот ваши деньги выросли тоже на 10%. Ну, если мы не берем в учет комиссию свопы, которые там наросли. Упала она до 30%, да, то есть упала она там на 25% нефть. Ваш баланс тоже, ваш equity тоже упадет на 25%, но это не критично, потому что, ну, это простая переоценка, это ровно то, про что я говорил с автомобилем. Значит, у меня есть счет, да, я сейчас просто хочу показать, на котором я, в принципе, нефть выкупал. Ну, это на моем ресурсе, там мониторинги есть. И вот этот вот провал, да, провал в средствах, который с 30 падал, там, буквально до 8 тысяч, вот он выпадал на 20 апреля, на тот момент, когда нефть была просто там в ауте где-то, да, и СП500-й там тоже был в ауте. И я знал, что позиция обеспечена, я знал, что, в принципе, ничего не случится. Ну, если бы там еще событий на NIMX не произошло, я вообще был бы уверен, что вообще никогда ничего не случится. Почему? И торговать спокойнее, я знаю, что деньги никуда не денутся. Почему? Потому что закрывать в минус я не собираюсь, стопов у меня нету, а обеспечения здесь достаточно, даже если она упадет до одного центра, грубо говоря. Ну, и, соответственно, все, наверное, через пополнение, но все равно, вот, соответственно, все это дело и восполнилось ровно так, как и должно было, в принципе, восполниться. Теперь, что касается других инструментов, таким же образом, да, без плеча можно работать, и все, что, так сказать, травится, да, вот индекс SMP500, и правда здесь он очень дорогой, делается все точно так же, да, то есть мы, ой, то есть мы смотрим спецификации контрактов, определяем, сколько размер контракта, то есть мы видим, да, что один фичечный контракт, значит, во-первых, да, валюта маржи, то есть доллары, то есть если у вас депозит в виде евро, то, в принципе, тут надо будет еще пересчитывать евро на доллары, да, чтобы рассчитать объем. Если у вас депозит в долларах, то, собственно говоря, окей, как бы проблем нету. То есть размер контракта один и минимальный объем тоже, собственно говоря, один. То есть, грубо говоря, если у вас есть на счете 3114 долларов, вы можете также купить, и также, чтобы там с SMP500, со всей Америкой треклята не было, да, с вами ничего не случится, даже в момент этого фактически провала. Безусловно, да, стоит рассчитывать на то, что вы не поймаете дно. Никогда не нужно думать о том, что вы сейчас купили, и через месяц или через два обязательно цена вырастет. Нет. Очень часто так бывает, что цена не вырастает, и вы очень долго сидите своего рода в просадке, даже без плеча, вроде бы и со счетом ничего не происходит, но и в тот же самый момент тоже как бы прибыли-то особо и нет. В этом плане, безусловно, нужно рассчитывать все изначально, что вам придется, значит, какое-то время подождать, и, возможно, вам потребуется еще какая-то часть депозита, чтобы этот актив докупить. Но здесь надо понимать, да, что если вы, грубо говоря, по 3000 покупаете один контракт здесь, то следующий фьючный контракт, да, чтобы купить также без плеча, где-то по 2500, вам уже потребуется не 3000, а 2500, потому что вы берете меньше, потому что цена актива снизилась. И это, да, это усреднение, но это усреднение без плеча. Соответственно, да, если вот здесь, то цена стоит 3,115, если у вас на балансе, грубо говоря, 3200, то вы покупаете без плеча. Если у вас на балансе 1600, то есть в два раза меньше, то это уже второе плечо. Если отсюда индекс упадет на 50%, вас закроют по стоп-ауту. Я думаю, с этим, блин, в этом плане все понятно. Намного сложнее все дело обстоит, на самом деле, с валютами. Потому что валютные пары торговать без плеча просто невозможно. Просто потому, что они двигаются в процентном соотношении намного-намного хуже. Да, если мы возьмем то же самое евро и посчитаем, то вот это вот все падение, которое состоялось в 2014 году, серьезное падение на разнице монетарных политиков, это было 24% вниз евро против доллара. И я напомню, что S&P 500 вырос за последний месяц на 30-40%. От самого низа до текущих значений он вырос на 40%, S&P 500 за один месяц. При том, что самое большое движение в течение нескольких месяцев на евро – это всего лишь 25%. Волатильность в целом на валютах очень низкая, поэтому заработать здесь в этом ключе тоже очень сложно. Если вы будете торговать ту же евро без плеча, то вы будете зарабатывать копейки, которые, скорее всего, будут съедены инфляции, либо еще какой-нибудь фигней. Я даже не говорю про свапы, я говорю просто про инфляцию. Ну и опять же, и даже здесь есть возможность работать без плеча. Правда, вы должны понимать, что в паре евро-доллар у вас как бы евро является товаром, а доллар является как бы деньгами. Хотя это и то, и другое на самом деле деньги. И когда вы покупаете евро-доллар, вы покупаете евро за доллар. И, в принципе, вы тоже можете рассчитать, посмотреть спецификацию и увидеть, что размер контракта… Кстати, здесь валюта маржи евро. Это неправильно. Значит, да. А, все верно. Значит, 100 тысяч. Получается, что размер, объем текущей контракта – это вот эти 100 тысяч, умноженное на 1.12440. Я думаю, здесь понятно, что… Блин, что понятно? Что понятно? Понятно, что 121 440 долларов надо для того, чтобы без плеча купить. И здесь вы, конечно, да, как бы защищены. Но вы защищены от чего? От того, что евро-доллар упадет в ноль. Может ли евро-доллар упасть в ноль? Нифига она не может, конечно, упасть в ноль. Она скорее и быстрее исчезнет, чем она упадет в ноль. Соответственно, нету здесь какой-то необходимости работать чисто без плеча. Здесь есть необходимость просто рассчитывать на какое-то большое движение. Но у валют есть такая штуковина интересная, как мат ожидания, понятно, распределение. И оно, в принципе, правильное. Что значит распределение правильное? Это значит, что вероятность нахождения... Есть и даже, кстати говоря, если не поленитесь, да, вы можете посмотреть, так сказать, где-нибудь индикаторы соответствующие есть. Есть в интернете их полным-полно, да, и ресурсы, сайты какие-то есть. О чем я говорю? Я говорю о том, что вероятность появления европейской валюты на, вот, грубо говоря, на расстоянии в одну фигуру, точно так вверх, точно такая же, как вероятность появления цены на одну фигуру вниз. То есть вероятность, грубо говоря, 50 на 50. Если мы говорим о том, что на две фигуры выше, как бы, вероятность меньше, да, причем соизмеримо, получается, что вероятность дойти досюда, там, примерно 33%, да, и 66% того, что мы упадем на одну фигуру вниз. Если мы с вами говорим как раз-таки про прогнозирование. И понимаете, здесь в чем прикол? Здесь прикол вот в том, что камень в огород, да, еще один, значит, людям, которые пытаются спрогнозировать движение цены. У них одна из самых частых ошибок, сейчас я попробую найти, да, не забегая ли я вперед. Да, вот, все правильно. Одна из самых частых ошибок, да, заключается в том, что они берут что? Они берут короткие стопы. Короткие стопы, длинные тейки, и это еще одна огромная ошибка. Я не против стопов, я против коротких стопов, особенно на валютном рынке. Потому что как только вы берете короткий стоп, да, вероятность срабатывания этого стопа очень высока. Очень высока. Не существует, значит, таких стратегий, которые бы давали большую вероятность, да, появление цены, например, там, в 300 пунктов выше при стопе в 100 пунктов, да, и чтобы вероятность здесь была даже там близко, не знаю, там, не знаю, хотя бы даже 40%. Есть одна очень интересная табличка у меня в Excel, выглядит она вот так, тоже построенная вся на генераторе случайных цифр, где, значит, где, вот здесь, да, это у нас так симулируемый депозит, да, здесь у нас, как бы, симулируемый депозит, допустим, на 10 тысяч, да, мы закладываем какой-то процент риска, в данном случае 1%, мы, допустим, вбиваем, что наши сделки закрываются, да, это проверка тех, кто, очень, очень много людей, сейчас, наверное, стало поменьше, потому что прогнозировать вообще последний квартал стало неблагодарное дело. Ну, в общем, очень много людей, которые говорят о том, что, слушайте, ну, я, конечно, не забираю, там, каждую вторую сделку в профит, успех, процент успеха сделок, примерно 40% сделок моих профитных, но зато я забираю 3 к 1, как они говорят, то есть их 3 профит в 3 раза больше, чем их потенциальный стоп-лосс. Вы просто берете, подставляете все это в табличку и определяете, что при риске в 1% от 10 тысяч данный человек при любом раскладе просто долларовый миллиардер в относительно короткий промежуток времени. Если вы не разговариваете с долларовым миллиардером, значит, что-то вам ездит по ушам. И тут даже не в том, что человек, вас там намеренно обманывает, там, еще одна, грубо говоря, ошибка, да, это то, что человек занимается в какой-то степени самообманом. То есть, может быть, он действительно хочет забирать, значит, там, 3 к 1, да, то есть вот он здесь купил, поставил take profit в 3 раза дальше, стоп-лосс в 3 раза там поменьше, да, может, он действительно так изначально стоит, но потом он что-то тут испугался, как вы написали, психология, нервы и так далее, закрылся, а может быть, он переставил стоп в безубыток, и цена сходила до этого безубытка, а потом пошла наверх. И вот это тоже очень частая ошибка, да, в трейдинге. Она заключается в том, что когда вы купили, попробуйте просто осознать эту тему, когда вы купили и поставили стоп, и, грубо говоря, take profit, если цена пошла в вашу сторону, и вы стоп переставили в безубыток, это все хорошо, я не против, в принципе, этого, я против того, чтобы вы осознавали, что вы как бы уже ничем не рискуете, нифига подобного, вы рискуете, даже когда вы поставили стоп в безубыток, я не говорю сейчас про большие просказки, я говорю про то, что вы прогнозировали движение цены, вы знали, что она туда, грубо говоря, пойдет, у вас был этот риск, тот факт, что сейчас в данной сделке этот риск не сработал, то есть вы не получили тот убыток, который изначально прогнозировали, не значит, что в следующий раз этот риск не сработает, да, то есть в следующего раза невозможно не будет возможности переставить свой стоп в безубыток. Соответственно, это как бы убыток, который просто отложен во времени, вот и все. И, соответственно, короткие стопы, то же самое, да, чем короче вы стоп ставите, как бы вы не были сильны в прогнозировании, я вас уверяю, да и вообще не то, чтобы там стопы зло, да, просто маленький стоп – это большая вероятность того, что вы сработаете минус. Причем я говорю, что маленький стоп, ну, если у вас тейк-профит короче, то тогда понятно дело, что вы чаще заработаете в плюс. Есть у меня одна стратегия, называется она евро фикс-профит, я ее, значит, тоже покажу статистику по ней. Здесь стратегия, которая показывает вот такой результат с 2016 года, ну, этот счет закрыт в начале этого года, так, удачно закрыт, потому что в марте стоялся обвал, я не знаю, как бы все дело сработало, наверное, ничего хорошего бы не было, да, но с 2016 года. Знаете, на чем она построена? Она построена на коротком тейке и как бы отсутствующем стопе. То есть он есть, он рассчитан, но маленький объем сделки дает возможность пересидеть убыток, да, то есть я не говорю, что там мы сели в этот убыток и сидим, ждем, пока дойдем до тейк-профита. Нет, пока мы сидим в этом убытке, мы можем работать другими способами, да, и так далее, и так далее. Потом цена, грубо говоря, возвращается к этой позиции, мы получаем тот результат, на который рассчитывали результат. То есть это своего рода торговля без стопа, с учетом, что цена не появится, не будет большого отклонения. И в валютах это в принципе оправдано. То есть посмотрите, это дневка евро-доллар, да, и по большому счету, куда бы вы ни ткнули, ну в какой бы вы там элемент ни ткнули бы, да, графика, цена все равно туда вернется. Так она вернется, да, либо иначе, да, может быть она и 1.04 достигнет, просто время не настало, а может она еще достигнет 1.21, просто время еще не настало, да, она в принципе всегда рейндживает, по большому счету. Да, бывают исключения, здесь что-то даже не написано, да, из него котировки не поговорили. Да, бывают исключения, когда цена не возвращается к тем рубежам, на которых мы изначально так либо иначе работали. И эти рубежи, ну вот, здесь тот же самый 2014 год, да, и кстати в 2014 году, вот стратег, который показывал, да, она даже бэктест на самом деле не проходит. Но вот эти вещи, вот эти вещи, да, они очень сильные трендовое движение, безусловно, не то чтобы маленькая вероятность, да, что цена дойдет до 1.35, она вполне может дойти и до 1.35, только для этого нужно, чтобы, так сказать, звезды сошлись, да. Но, по большому счету, вы эти вещи можете предположить, предсказать. Валютные инструменты, они ходят в целом очень правильно, они ходят по монетарной политике, да. И я просто ближайший случай возьму, когда мы работали вот именно на понижение к евро-доллару, значит, это разница в монетарных политиках. Она была ясна как денег, да, то есть, ну для меня ясна как денег, да, в принципе, не знаю. Идем с малым опытом, наверное, может не так ясно. Прикол есть в том, что на тот момент федеральная державная система США занимала программу КУТЭ, когда она изымала деньги из системы, да, понимаете? То есть, деньги-то из системы изымаются, доллар США, что дорожает. А европейская валюта, европейский социальный банк на тот момент задумывались об открытии, наоборот, о запуске программы КУТЭ, то есть самой, которая до сих пор работает. Да, я говорю о вот этом вот балансе, то есть мы этот момент смотрели. Баланс федеральной державной системы США, посмотрите, да, вот он начал снижаться с конца марта 2017. Вот, то есть вот оно, фундаментальное ослабление. И вот с конца марта 2017 года вот это все дело пошло и пошло и пошло. Здесь, грубо говоря, на больших таймфреймах, да, там мы видим прекрасно, что тенденция идет вниз, и значит, соответственно, здесь есть некоторое смещение, да, то есть инструмент скорее пойдет вниз, чем скорее пойдет вверх. Но если вы будете пытаться там ловить даже продажи, да, и вы будете стоять, в принципе, в верном направлении, в фундаментальном плане, но из-за стопов, да, из-за того, что вы берете маленькие стопы, вы все порастеряете нафиг. Вот, в этом плане проще продать и, как бы говоря, и забыть, хотя можно выросло еще допродавать. То есть здесь уже включается такой фундаментальный фон. К слову говоря, аналогичная ситуация была у нас и в 2014 году. Там все тоже происходило, там тоже было, там не было программы QE, но там, QT, там заканчивалась программа количественного смягчения вторая, по-моему, да. Да, вот, да, вот она заканчивалась, да, это вот апрель 2014 года, да, здесь у нас что? Да, апрель 2014 года. Точно такая же ситуация. То есть по валютным рынкам, в принципе, достаточно сильного фундаментального анализа, чтобы примерно представить, куда цена так либо, значит, пойдет. Здесь не надо быть темпе одни во лбу, достаточно просто следить за решением монетарной политики. Сейчас это сложнее, кстати говоря. И все становится плюс-минус более-менее понятно, более-менее внятно. Итак, как же все-таки торговать, да? То есть получается, что моя вот эта вот концепция, которую я людям рассказываю, да, это не четкая инструкция по применению к тому, как, да, что торговать. То есть многие, слушая вот этот материал, задумываются о том, что, блин, ну, как бы, а что ты предлагаешь? Что ты предлагаешь? Ты предлагаешь не ставить стопы, ты предлагаешь усредняться, и ты предлагаешь брать маленький объем. В принципе, с таким подходом, я вас уверяю, на валютном рынке, где по большому счету распределение вероятности нормальное, вы можете и с подбрасыванием монетки, да, определять, куда пойдет цена. Да, просто вот серьезно, просто вот в тот алгоритм, который я показывал, да, который 16-го года работает, там изначально предполагается, что цена может пойти на 15 тысяч пинцов против позиции, и при этом будет достигнута только лишь расчетная просадка. Скажете, большой счет для этого нужен? Ну, да, как бы не маленький, но и ошибка большого тоже не нужна. Вот и все. Там небольшой тейк-профит и здоровый расчетный стоп-лост. Там даже стоп-лоста нет, да, потому что мы не будем дожидаться, когда цена до туда дойдет, потому что пока она до туда дойдет, у нас будет возможность заработать на этой же паре или на какой-то другой паре, заработать какие-то другие деньги, тем самым отодвинув тот убыток дальше. 15 тысяч пипсов, ну, возьмите евро-доллар и посмотрите, сколько это 15 тысяч пипсов, да, и вам покажется, блин, до туда еще расти и расти, как бы, да, или падать и падать. Это очень серьезное назначение. И благодаря этому, в принципе, можно забирать профит, а вы для этого, в принципе, на рынок по большому счету и пришли. Соответственно, чтобы торговать как-то более-менее успешно, вы не должны закладывать в свою торговую тактику элемент, ну, не то чтобы элемент, да, не надо делать так, что вы зарабатываете исключительно на прогнозировании. Вот я вас уверяю, как только вы будете думать, что вы знаете, что цена окажется там либо здесь, неважно, волны, объемы против толпы, с толпой, с крупными игроками, без крупных игроков, вот как только вы будете думать, что я здесь заберу профит, потому что цена сюда придет, вот так только, вот до тех пор вы будете на рынке терять, потому что рынок, это хаос, рынок не прогнозирует. Вам может вести в определенный момент, а может не вести. И здесь можно сказать, что есть тактики, которые флетовые, а есть тактики, которые трендовые. Да, вот тактика, которую я постоянно хейтю, да, это вот торговля с использованием анализа открытых интересов опционов. Вот она флетовая, она во флете работать будет идеально. Ну, как идеально, она будет работать. Вот как только начнет тенденция, она начнет сливаться. И здесь люди, которые все это дело, так сказать, пропагандируют, говорят о том, что мы будем использовать трендовые тактики. Но проблема в том, что вы не знаете, что этот тренд продлится завтра. О том, что тренд закончился, вы узнаете спустя какое-то время, а отмотать уже нельзя. Отмотать уже нельзя. И то же самое относится с флетом. Да, вы включили свои трендовые тактики, вы работаете по тенденции, и вы не знаете, когда эта тенденция закончится. Вы узнаете это только потом, постфактум. Ну, уже деньги будут потеряны. Именно поэтому они работают какой-то промежуток времени, потом все это дело сливается, и в итоге получается все 0 на 0. То есть, грубо говоря, все то же самое, что и должно быть. Поэтому не пытайтесь прогнозировать. Здесь вам написано, что трейдер должен знать, что он будет делать. Мне, как человеку, который ведет YouTube канал, да, и какие-то там обзоры частично, часто проводит, да, мне очень часто пишут личными сообщениями прямым вопросом, либо вот косаным, да, о том, что будет с ценой. Ну, вот я засел в, я засел там в золоте, например, да, каковы мои шансы, что оно дойдет до то-то, до тут-то. Ну, в принципе, человек и задает вопрос, да, пойдет она до туда или не пойдет она до туда, да, и что с ней будет. Слушайте, ну, мне даже не то, чтобы как-то приятно или неприятно на эти моменты отвечать. Я больше удивляюсь, почему вы мне этот вопрос задаете. Это ваша позиция. Когда вы открываете позицию, вы изначально должны были знать, что вы будете делать, когда цена пойдет против вас. Вы изначально должны были быть к этому готовы как-то, да, и действовать, соответственно, на то, что оно есть. Вот. Ну, и второй момент. Не брать плечи, да, там, где, собственно говоря, все это целесообразно. Где это целесообразно, да, в этом плане недавно был просто шикарный, на мой взгляд, подарок, да, это провал в индексах, в S&P 500. Кстати, я не показал, но еще раз скажу, да, что обращайте внимание, что S&P 500 вы покупаете за доллары, да, вот, например, там, английский, значит, индекс вы покупаете за фунты. Соответственно, чтобы купить без плеча, вам нужно перевести одно в другое, либо вот просто-напросто внутри брокера, да, поменять валюту счета с доллара на фунты, и тогда вы можете не париться брать с этим номером. Хороший момент был с нефтью, да, и что бы там ни происходило ниже нуля на, если мы говорим про брокера, вот, значит, который предоставляет CFD, ниже нуля на фактически не будет. Вот. Давайте у нас с вами 10 минут, 8 минут даже, наверное, на вопросы, поэтому я, так сказать, ближе к концу подхожу, а вы вопросы пишите, я попробую их как-то разобрать. Вот. Ну и понятное дело, что на валютах, конечно, ситуация сложнее. Без плечей там торговать крайне сложно, и в этом плане валюты не очень интересные, не очень выгодные, но, опять же, да, если вы будете строить свои стратегии чисто исходя из того, что вы будете гадать, где появится цена, у вас, скорее всего, ничего не получится. У меня аналогичное, я пишу, да, Иван, у меня аналогичное отношение к рынку и торговле, поэтому все позиции у меня, так сказать, живые. Мне нужна только текущая цена. Это даже не вопрос, это даже утверждение. Ну, вот очень хорошо, что Иван, в принципе, в теме, да, давайте тогда так, полюсаните, для кого эта информация казалась, как бы, ну, не то, чтобы интересная, да, а хотя бы требующая внимания к рассмотрению. Потому что реально, я начинал, как и все, наверное, да, в том плане, что очень просто, значит, спрогнозировать, где будет цена. Нет, не просто, отнюдь не просто, никогда не просто. И знаете, был такой определенный момент, который пережил и я в свое время, и я настоятельно рекомендую, чтобы вы, как трейдеры, тоже этот момент пережили и тоже к этому пришли. Заключается он в том, что вы используете какую-то тактику, неважно, какой, там, объемный анализ, волны, опционный, все что угодно. Она вам приносит деньги, вы классно, вы на эйфории, вы нашли грааль. А потом происходит такая ситуация, что вот она перестает работать, да. Вы начинаете анализировать и смотреть, ну, окей, значит, тенденция там вниз пошла, грубо говоря, рынок сменился, она перестала работать, поэтому. И вы начинаете докручивать свою тактику, чтобы она эту ситуацию учитывала. Обычно это происходит на бэк-тестах. Обычно это происходит на бэк-тестах, в том плане, что вы думаете, окей, она классно работает, но вот здесь она слаба. Давайте я вот здесь ее докручу, она будет уникальная, она будет крутая. И тогда, сейчас я отвечу, это очень важно просто. Да, и тогда она будет вообще просто супер. Нифига, она как не была рабочей, так и не будет рабочей. Да, просто прошло ее время, просто сменилась волатильность, она перестала работать. Это я усню, когда алгоритмом занялся. То есть я залгоритмизировал те подходы, которые использовал в торговле, которые мне приносили профит. И когда я построил на них алгоритм, благодаря программистам, она работала идеально, круглые сутки, но она не работала. Она в истории, да, ее позиции можно было подогнать, что она истории показывает прибыль, но какая будет волатильность, какая будет тенденция, какие будут новости. Она этого всего не знает, что будет наперед, поэтому она и перестала работать. И единственное правильное решение, когда вы эту стратегию постоянно докручиваете, 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 понять, что она вам не подскажет, где будет цена. И от нее либо отказаться совсем, либо взять ее как, ну вот, просто, да, для принятия какого-то решения. И чтобы открыть позицию, взвешенную с объемом, взвешенную с направлением. Допустим, вы фундаментал, грубо говоря, подтянули, вы видите дифференциал в ставках, процентах, вы знаете, что, например, будет цена заваливаться скорее вниз. Где-то же вы должны зайти. В принципе, вы можете взять монетку, а можете взять, я не знаю, скользящую среднюю, да, и благодаря ней просто определить, что сейчас цена высоко, и раз я добирался продавать, то я буду продавать именно здесь, потому что вот мой субъективный метод анализа сказал, что это хорошо. Но это не значит, что оно прямо сейчас здесь пойдет сразу вниз, потому что ваша тактика это спрогнозировала. Вижу плюсик, сам пришел с годами, да, это приходит, вот это приходит, да, с годами. Провожу ли я обучение, не знаю, корректно ли об этом здесь говорить или нет, но в принципе да. Как грамотно выбрать размер стоп-лосса? Никак. Никогда вы не угадаете грамотный размер стоп-лосса. Никогда. Хотя в принципе нет, наверное, есть. Да, то есть вы можете, вы можете по большому счету взять такой стоп-лосс, вот как я рассказал, да, в стратегии. 15 тысяч пипсов. Вот это грамотный выбор стоп-лосс. Вероятность того, что цена дойдет до 15 тысяч пипсов, небольшая, скажем так. Поэтому, наверное, это грамотный. Но каких-то других способов выбрать, выработать, высчитать невозможно. Его можно привязывать к КТА, некоторые это делают, типа волатильность выросла, надо стопой побольше ставить. Но завтра волатильность вырастет еще выше, и ваши стопы не подойдут под эту волатильность. А какая она будет завтра, никто не знает. По сути, торгую без стопов, рассчитываю риск большой, значит, в правильном направлении. Все верно. Здесь еще будут интересны какие-то другие инструменты, например, похеджироваться. Ну, например, вы купили евро-доллар, да, если вы рассчитываете, что там, не знаю, если рассчитываете, что доллар будет дешеветь, да, то вам надо как-то захеджироваться от падения евро, да, купить какую-нибудь другую, еврофантовую. Ну, как вариант, да, это вот 101-ое пошло в голову. Ну, в принципе, да, в правильном направлении в этом метре Чупахова. Как определить, как долго держать просадку? Нужно держать до результата. Еще раз. Запись, да, задают вопрос. Запись вебинара будет выложена, там ссылку уже скинули. Еще раз. Вы пришли, надеюсь, на рынок не для торговли. Вы пришли для прибыли, вы пришли за заработок. У вас должно быть какое-то преимущество. Я вначале об этом говорил, когда я рассказывал, что мы работали с высокочастотными алгоритмами. Это преимущество было потеряно этими алгоритмами, кстати, 15 января. С 15 января 2015 года многие брокеры стали менять свои регламенты после того, как некоторый брокер из Англии, так сказать, закрылся на всей этой почве. И не только он один, а там многие позакрывались. В общем, после событий 15 января на еврофранке в 2015 году, да, многие попеременяли. И это преимущество исчезло. И это преимущество исчезло. Соответственно, вы должны иметь какое-то любое другое преимущество. Либо сильный фундаментальный, либо вы можете ждать. Либо вы можете считать и ждать. Вы посчитали, что позиция вот такая. Что вы ее купили, и вы будете ждать до результата. Поэтому сколько держать просадку, ну вот как только она доедет до того результата плюсового, который вам нальет денег, вот столько держать и надо. Конечно, есть моменты, когда ситуация сменилась, да, и вам проще от нее, в принципе, отказаться. Она может быть большой, может быть какой-то меньше и так далее, и так далее. Но это такой вот уже неприятный дикий случай. Ну, опять же, ситуация с нефтью, когда я подбирал эту нефть на падающем рынке, когда все говорили, что хранилище все попереполнили, что все очень плохо, что скоро будет вообще ноль, минус. И когда этот минус увидели, все сказали, а вот, мы же говорили. Слушайте, ну это ситуация, вот ситуация с нефтью была страшна, но прикол весь в том, что, как бы, а ничего же не случилось, да. Если бы не было бы той горы людей, которая говорит, что все очень плохо, если бы участники рынка не думали бы, что с нефтью все очень плохо, ее бы не раздавали по 20. Ее бы не раздавали по 20. Получаете, вы рассказываете про средний срок, а как можно работать на 3 дня? Не обязательно, что это средний срок, это может быть и внутри дня. Еще раз говорю, алгоритм, про который я рассказывал, у него короткий тейк-профит. Вы до этого тейк-профита можете доехать в течение одного дня. У вас за один день может быть 20-15, грубо говоря, сделок. Но может случиться так, что цена не дойдет до вашего тейк-профита, а откатит туда дальше вниз, и вы своего рода как бы попали в просадку и ушли в долгосрок своего рода. Закрывать этот минус, ну она может вернуться к вам через месяц, через неделю, через две, через год, грубо говоря. Через год, конечно, это жесть. Поэтому нет, поэтому нет. Брокеры не давали заходить в нефть в момент кризиса. А я брал до момента кризиса. Я брал до момента кризиса. Я начинал брать после того, как Сечин всех выгнал, как Сечин всех послал на ОПЕК+. Вот тогда она гэпнула вниз очень серьезно. Тогда еще не было возможности никакого кризиса, об отрицательных ценах не было. Вот тогда начинал брать. И да, из предположения, что я, возможно, буду брать еще больше, еще больше, еще больше. В настоящее время, что для вас представляет повышенный интерес, какие рынки форекс, фонда, а также инструменты опционных акций, валют. Вот здесь я, ну это может быть моя особенность, хотя я хочу, чтобы каждый из вас этим занимался. Финансовый рынок, он очень большой и очень интересный. И очень большой и очень интересный. Я сейчас торгую идеей. Что значит торгую идеей? Не стратегии, а идеи. Что значит торгую идеей? Это значит, что, например, я жду падения S&P 500. Соответственно, как можно заработать на падение S&P 500? Можно, например, продать S&P 500, но это не будет без плеча, мы уже с вами говорили. Чтобы продать что-то не нужно, надо что-то купить не нужно. Поэтому, может быть, взять VIX. А как взять VIX? Или так далее, так далее. Или, например, вот я сейчас на российском рынке тоже жду падения индекса RTS. Но то же самое, да, как бы без плеча нельзя продать фитиш на индекс RTS, но есть опционы. И я знаю опционы. Ну, в том объеме, в котором мне надо знать. То есть, есть идея, что рынок пойдет туда, значит, я придумываю, какими инструментами это буду отрабатывать. Ну, в данном случае опционы. Там путь спред построил и все как бы. Упадет, ты заработал. Не упадет, ну, ты там потерял какую-то часть. Да, причем до сентября он должен упасть или не упасть. Соответственно, как бы там есть время, там можно ждать. И это хорошо, когда ты знаешь многие инструменты, на самом деле. Когда ты не боишься узнать, что такое опционы, что такое фьючер, да, и как они могут взаимодействовать. Когда ты не боишься узнать, что такое фонда. Да, ведь по большому счету понять, даже на фонде можно поторговать, потому что на фонде это видно. Понимаете, многие думают, что вот купили они какой-то актив за 200 долларов, скажем так, да, давайте так, к примеру. За 200 долларов они купили актив без плеча, как я вам сейчас только что говорил. А он упал на 180. И люди начинают думать, что они потеряли 20 долларов. Они не потеряли 20 долларов. Их активы просто переоценились. Дело в том, что в терминале Меттрейдера 4 это написано как минус 20. И у всех паника, что это минус 20, да. А там, где вы торгуете, грубо говоря, фондой, да, это видно 180 долларов. Если мне видно минус 20, там видно 180. Раньше было 200, стало 180. Я вот про что. То есть есть осознание того, что это переоценка активов. И когда говорят, что в результате кризиса там очередной наш миллиардер потерял несколько миллионов, это же не значит, что у него с карты, блин, списалось несколько миллионов. Это значит, что переоценка его активов из-за падения акций, которыми он владеет, произошла там в минус какой-то. Фондовый рынок вырастет, цены вырастут, и ему вернутся эти все миллионы. Просто в заголовках, в форбсах всяких это написано очень, очень, очень красиво на самом деле. Поэтому для меня повышенный интерес идей, да. А как их отработать, для этого есть несколько инструментов. Ну вот, например, я подбирал WTI. Мне повезло, что это были не фичи на московской бире. Это просто повезло, конечно. Что это было намного проще, намного лучше. На этом, в принципе, все. Я вижу, что я на все вопросы ответил. Запись, соответственно, будет. Я надеюсь, что было не то, чтобы интересно, но и в том числе полезно для вас, для всех. И я надеюсь, что вы воспримите это не как просто так, а как руководство к действию, как к осознанию. Просто подумать, сдвиг парадигму, чтобы у вас произошло. И тогда вы подумаете, чего я фигню и страдаю, пытаясь прогнозировать. Нет, давайте я буду делать по-другому. И у вас обязательно все получится. Вот и все. Спасибо за ответ. Да, вырисовывать стратегию только на покупку. Можно почту. Можно почту. А можно почту в чат написать? Давайте я... Да, почту, я думаю, это не проблема. Да, если какие-то вопросы возникнут, я бы смог по почте рассказать. Не обязательно на покупку. Нет, я же говорю про Forex. Там можно и на продажу. Просто надо понимать, что вы не прогнозируете, куда пойдет цена. Я просто говорю много про покупку, потому что были такие возможности. И когда индексы будут заваливаться, я думаю, что они будут заваливаться. Может быть, даже после выборов президента, и теперь непонятно, кого, Трампу или не Трампа, будет еще одна такая возможность просто брать все, что падает, и на этом зарабатывать. Просто, чтобы вы знали, что такое возможно. И чтобы вы не думали, что вы поймаете дно, дно поймать невозможно. Спасибо. Ребята, я почту кинул. Я почту кинул в чат, вы должны ее все видеть. Все, коллеги, спасибо всем за внимание. Ну, если что, организаторам обратитесь, они, я думаю, контакты мои дадут. Все, до связи.